Меняется мировоззрение, силы судьбы меняются и питание меняется. Питание очень сильно зависит от жизни. Даже давайте от мяса оторвемся. Смотрите, если человек выпивать начинает, у него диета меняется или нет? Конкретно меняется. Ему нужна соленая рыба уже, ему нужны соленые огурцы, квашеная капуста. Смотрите, веды объясняют, что есть пять видов вкусов. Одни вкусы возвышают, другие тащат вниз. Сладкий вкус больше всего возвышает. Поэтому веды говорят, что благостная пища должна вся быть чуть-чуть сладковатая. Ну то есть сладкий вкус должен присутствовать в благостной пище в любой. Невежественная пища в основном имеет горький и кислый вкус в своем содержании. Почему? Потому что кислая и горькая жизнь. Сладкая жизнь, сладкий вкус нужен, кислая жизнь, кислый вкус. Соленая жизнь, соленый. Видите, как я говорю, какая жизнь. И вы сразу понимаете, о чем речь. Это значит, вкусы сильно влияют на судьбу человека. Водка какой вкус имеет? Горький. Сигарета тоже горький. Горький вкус самый невежественный считается, сладкий самый благостный. Когда человек начинает правильно жить, сладкий вкус повышается в пище, горький уменьшается, соленый. Невежественная жизнь, смотрите, квашеная капуста, соленые огурцы, соленая рыба. И вот все в этом духе. Такое питание у человека формируется. Потому что такие эмоции он поддерживает в своей жизни. Вот у нас какая эмоция сейчас на лекции в основном преобладает? Сладкая. Нравится вам сладкая эмоция? Хорошая. Сейчас я вам покажу не сладкую. Сейчас скажете, какая. Мы с вами на лекции собрались для того, чтобы поговорить о самосовершенствовании. Какая эмоция? Кислая. Теперь дальше, смотрите. Следующий вариант. Я вам сейчас расскажу о самосовершенствовании. Какая эмоция? Горькая. Когда люди очень сильно склонны к деятельности, активно живут, у них две эмоции преобладают. Соленая и острая. Острая эмоция. Там. Теперь соленая. А, кислая. Когда у мужчины острое, у женщины кислая возникает. Милый, мне очень грустно было, я тебе звонила, и целый вечер дома я была. Соленая эмоция. Напряженная. Напряженная очень соленая. Товарищи. Мы должны. Все напряжены. Да? Пятилет куда срочно. Все напряжены на кругу. Видите разницу? Чувствуете? Нет? Самосовершенствование означает осознание. Мы должны понять вот эти все вещи. Как эта система работает. Горький вкус. Люди, когда живут в горьком вкусе, это означает, они деградируют. У них есть свои песни, свои слова, свои представления о жизни, свой язык, все свое. Горький вкус рождает мат, матершина – язык. Рождает песни, горькие песни. Какие? Вот смотрите. Этот как? Шамсон. А белый лебедь на пруду Роняет павшую звезду На том пруду, куда тебя я приведу. Это точно такой же вкус, смотрите. Точно такой же, только другая интонация. Нинка как картинка с фраером гребет. То же самое, да? Чувствуете? Те же самые певцы, да? Все то же самое. Смотрите, сладкий вкус. Пройду по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Веселый там, зеленый, грушовый там, не помню. Зеленый, прохладный. Как будто в детство давнее ведут меня они. На-на-на-на, на-на. Видите, вверх энергии идет. Чувствуете? То есть, есть разные песни, разный вкус рождаются разные песни. Патриотические песни тоже имеют такой вкус, очень глубокий. Это уже погружение внутрь. Над Сапун горой стоит тишина. Видите, в сердце энергия идет. Над Мамаевым курганом сны. Там, да? Будто не было войны, но война. Видите, внутрь идет энергия. Отголоском стала той тишины. Маки, маки, красные маки. Добрая память земли. Видите, внутрь энергия уходит. И нам хочется плакать, да? Потому что первый как бы эффект от того, что самосовершенствование начинается, энергия внутрь идет, это слезы. Потому что когда душа осознает, что она живая, что она не бегает, не прыгает за там, не работает, а интересуется энергией любви, отношениями глубокими, тогда сразу сердце замирает, и оно начинает другой жизнью жить. Или, допустим, любовь между мужчиной и женщиной. Это тоже возвышенная вещь настоящая. Но она имеет другую энергию, другую окраску. Мы сейчас о вкусах говорим, потому что самосовершенствование, оно зависит от того, какой вкус у нас в жизни есть. Вот смотрите, человек, который имеет этот вкус, написал такую песню. Знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком Ты слезу роняешь. Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, тихо звезды мерцают. В темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь. Понимаете? То есть человек о чем поет? О любви, о верности. Как концовка песни какая? Эта вера от пули меня темной ночью спасает. Видите, какие отношения, что это сила любви, она спасает человека от пули. Так оно и есть. Веды пишут, что верность, она спасает человека от смерти. Верность это очень сильная, могущественная, позитивная связь между людьми. У человека трудность, раз, сразу энергия пришла от близкого человека. Так надо жить. Люди даже, видите, просто выполняя свой долг перед страной, они так жили. Они самосовершенством не занимались, просто они вели правильную жизнь и защищали Родину. И у них такие эмоции возвышенные из сердца начинали выходить. Такие отношения возвышенные начинали жить в их жизни. Понимаете? Само собой это происходило. Несмотря на то, что они и пили, и курили, и мясо ели. Понимаете? То есть есть вещи более высокие, чем просто питание, да? Но питание способствует развитию этих высоких качеств. Способствует. Это не значит, что те люди, которые верят Бога и мясо едят, они не развиваются. Это неправильно так думать. Но мешает, что-то мешает более глубокому развитию. И по этой причине, смотрите, Сергий Радонежский не ел мясо, Серафим Саровский не ел мясо. Почему? Потому что они понимали уже, что надо есть, а что не надо. У них уже развилось это в сознании. Так зачем тогда ждать? Просто можно начать помогать себе раньше, чем, допустим, доходить до такого уровня, когда ты это уже сердцем своим осознаешь. Есть хороший способ развиваться — это послушать тех, кто знает. Это признак разумного существования. Итак, смотрите, мы с вами разобрали первые этапы самосовершенствования. Сначала понять, что я в мужском или в женском теле. Потом режим дня. Потом правильное питание. Эти все вещи дают что человеку? Вспомните, я с самого начала сказал. Силу менять себя. Кушаешь правильно — энергия поднимается вверх, сила позитивная появляется. Кушаешь неправильно — энергия вниз — горький вкус внизу, сладкий вверху. Энергия вниз — значит, у тебя горькая жизнь, горькие мысли. Да? Энергия вверх — значит, встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот, па-бам-па-бам. Ты увидишь, что слышишь, как веселый барабанчик в руки-палочки кленовые берет. Пам-парарам, 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 пам-пам-пам-пам. Видите, энергия вверх идет. Ну, то есть, другое их совсем сознание — бодрое, активное, счастливое, радостное. Мы победим. Да? Или нет? Нужно позитивное мышление, нужна вот эта сила веры. Она культивируется сладким вкусом, сладкой жизнью, сладкими отношениями. Не простил — прощай. Хочешь победить — прощай. Сердце — береги свое. Если чувствуешь там тяжело, бардак, побеждая его с помощью отношений правильных. Итак, следующий этап самосовершенствования после этих, которые я перечислил — это понять, где ты находишься. Вот самое главное после того, что ты понял, что ты живешь в этом мире, который гармоничен, что надо кушать то, что надо, что пища наполняется силой разной, и ты ее кушаешь тоже. После этого надо понять, что отношения — это самая главная сила, которая существует в моей жизни и меняет мою жизнь. И, допустим, есть самое важное отношение в жизни человека — это отношения со святостью. Не самые важные, потому что они больше всего дают человеку силы, чистоты и знания. Сила — это энергия вечности, чистота — это энергия любви, знания — это знания. Без чистоты нет любви. Как женщина сказала, как мне жить с этим человеком, он мне изменил. Эта любовь чистую природу имеет, а не грязную. Святость нам дает все это вместе. И следующий этап — отношения — это самый главный этап самосовершенствования, потому что отношения дают могущество, огромное могущество человеку. Отношения — это глубокая вещь. Вот по факту большинства людей вообще ни с кем нет отношений, поэтому жизнь очень скучная. Если в глаза посмотреть многим людям, они плачут. Они плачут. Почему плачут? Потому что они не знают, как жить правильно. Многие люди в этой среде ищут отношения. Допустим, я в Киеве лекцию закончил, люди подбежали ко мне и смотрели на меня, пытались что-то у меня выманить, выспросить для себя. Я понимаю, что так кажется, что это так. Но есть некоторые люди, которые этого не делали. Они сидели просто издалека и общались в сердце. Вот эти люди мои родные. А все остальные, они просто не понимают, что делают. Отношения устанавливаются между людьми в сердце. Они живут не обязательно бегать друг за другом. Знания приходят также через сердце, не надо ни за кем бежать. Никто не подскажет. Я сейчас объясню, как это работает. Ни один человек подошел и спросил, как мне жить, чем мне заниматься в жизни. Я посмотрел на него и сказал ему, чем ему заниматься. На следующий день, на следующей лекции я его поднял и спросил, ты будешь менять в эту сторону свою жизнь? Он вздрогнул и говорит, вы знаете, у меня возникли сомнения. Хотя он меня мучил конкретно, чтоб я ему об этом сказал. Но я ему сказал в результате, какой результат, у него возникли сомнения. Почему? Потому что слова не играют никакой роли. Сердечная связь играет роль. Если ты в сердце не принял человека, ты не сможешь ему поверить. Понимаете? Поэтому что бежать? Надо в сердце принять. А если вы в сердце меня принятие, у вас сразу же все в сердце поменяется в соответствии с моим сердцем. И бегать вообще никуда тогда не надо. Куда бежать? Я со своим наставником отношения устанавливаю, просто молясь ему. Каждый день. И он очень рядом со мной. Другой наставник мой ушел из этого мира. И он тоже рядом, несмотря на то, что ушел. Потому что я ему тоже молюсь. Если бы не молился, он бы забываться начал. Память восстанавливается, когда ты служишь кому-то в своем сердце. А память священна, как отблеск высокого огня. Прощенье, прощенье, теперь проси ты у меня. А надо наоборот, да? Память священна. Она, это отблеск высокого огня. То есть высокий огонь, это огонь, горящий в сердце святого человека. А прощение почему надо просить? Потому что, когда ты просишь прощения, ты очищаешь пространство для этого огня. Оно заполнено гадостью. Надо очистить. Покаяние означает очищение сердца. Мы сердце чистить не хотим, нам очень плохо. Нам не хочется говорить прощение. Просить прощение. Почему? Потому что это уже внутреннее усилие. Понимаете? Внутреннее усилие и внутренняя жизнь. Это очень тяжелая жизнь. С одной стороны и очень хорошая, счастливая жизнь. С другой. Большинство из людей не способны на это сейчас. Поэтому надо способность это увеличивать с помощью слушания сначала. Итак, смотрите, следующий этап самосовершенствования это подгружение себя в ту среду, в которой ты хочешь жить. Допустим, тебе нравятся православные люди. Погружайся в православное слушание. Просто православные наставления. Сначала будет горький вкус. Ты будешь слушать и начнет ломать, потому что это будет менять твою жизнь. А потом раз, сладкий вкус. Когда ты поменялся, раз, сладкий. Тебе хочется уже это слушать. Смотрите, веды говорят, когда человек правильным путем идет, у него сначала горький вкус возникает, потом сладкий. Горький вкус означает очищение от того, что было. Поэтому человеку очень трудно слушать правду. Потом возникает сладкий вкус. Правда ему нравится, она ему мила по сердцу. Мила для сердца становится. Не надо бояться этого горького вкуса правды. Если человек честный, если человек нечестный, его по другой причине не хочется слушать, потому что не верится в него. Не верится. Не слушайте в этом случае. Вот слушайте человека, не верится. Не слушайте, он вас обманывает. Он сам не понимает, что говорит. Верится, надо слушать. Верится, значит, сердце правильно настроено у человека и оно дает правильный вкус. Идете, допустим, на исповедь, на проповедь. Батюшку раз, послушали. Верится, слушаем. Не верится, до свидания. Уши предназначены для тех, кто чист. Понимаете, они предназначены для всех подряд. И здесь не должно быть никаких сантиментов. Какая вера должна быть, какая в сердце живет. В сердце нет никакой веры, ищите. Обе нравятся, значит, тоже хорошо. Почему вы разделяете веры? Сейчас вам объясню. Это от недоразвитости возникает. Разумные, развитые верующие не разделяют веры. Они просто идут своей дорогой, но любят все остальные. Почему? Потому что Бог создал разные веры для разных людей. Вера – это способ движения к Нему. То есть мы должны строить самые глубокие и возвышенные с самым глубоким и возвышенным. Понимаете? Какие пути? Бывают разные пути. У каждого свой. Надо искать свой путь. Почему мы разделяем? Потому что у нас внутри живет злоба, зависть к таким, как не мы. Это признак недоразвитости. Развитый человек не имеет злобы к людям. К людям означает другим. Другим означает другой веры. Как определить, что человек другой? Он другой веры. Значит, другой. Человек другой не просто человек. Он другой веры. Значит, другой. Но если ты любишь всех людей, так же другой веры. Значит, ты развитый человек. А если не любишь людей другой веры. Значит, ты еще недоразвитый. И то, и другое нормально. Веда объясняет, что есть начинающие люди, которые только встали на духовный путь. Они ведут себя фанатично. Они одно верить, другое не любят. Почему? Потому что они недоразвитые. Когда они развились на духовном пути, они любить начинают все веры, потому что они видят в них присутствие Бога. Понимаете? Поэтому не надо обращать внимание на недоразвитых людей. Если кто-то ведет рядом с вами фанатично, они вам все равно ничем не помогут. Ищите тех, у кого сердце сладкое, спокойное, независливое и честное. Это значит, что человек уже развился как личность, и он поможет. Надо различать. Не все верующие люди развились, не все могут помочь. Если вы считаете, а я не хочу никакой веры, я хочу Богу молиться в сердце, как я могу, своими словами, тоже хорошо молитесь. Просто вы должны знать, что придет время, вы разовьетесь, и у вас наступит такой момент, когда вы захотите знания, как жить. Потому что, понимаете, духовное знание это самое сложное знание. Чтобы развиваться как личность, нужно духовное знание. Я вам сейчас рассказал знания, вед, самые простые вещи. Я вам не сказал более сложных вещей, потому что они все готовы слышать. Но самые простые, это тоже знание не мое. Это знание из древних писаний священных, понимаете? То есть только древние писания дают вот эти пути к развитию личности. Потому что они даны мудрыми людьми для нас, понимаете? Для нашего развития. И как определить, что это знание работает? Оно не умирает во времени. То есть если знание существует, допустим, две тысячи лет, три тысячи лет, значит оно настоящее. Потому что знание променяется временем. Поэтому не надо новые направления брать. Надо старые брать. Те, которые проверены временем. Это лучше работает. Почему люди выбирают не свою молитву, не свой настрой, а древний? Потому что в нем больше глубины. Свой настрой дает, мое понимание вещей развивает. Это тоже хорошо. Но если ты возьмешь настрой, который читал священник, великий человек, святой человек, возвышенный, то ты его возвышенное сознание перемешь. Смотрите, большинство людей как живут? Они говорят, я могу, я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Но это признак недоразвитости. Потому что более развитые люди, они верят не в себя, а верят в старших. Попытайтесь понять разницу. Мы все верим в себя. Почему? Вот у кого есть наставник? Поднимите руку. Смотрите в зал. Поднимайте, держите, держите руку. Вот эти люди имеют более высокий уровень сознания. Поверьте мне, это так. Почему? Потому что между уровнем сознания у человека делятся таким образом. Если человек не может принять старшего, значит его разум находится в состоянии эгоизма. Он не может развиваться из своей скорлупы. Если человек принимает старшего, значит уже в разуме есть дырка в эгоизме. Это значит, что он уже встал на платформу, которая приведет его к бодрому существованию. То есть чистой жизни. Пониманию, правильному пониманию вещей, более глубокому, чем тому, которое диктует просто общество. Понимаете? Без старшего невозможно это сделать, потому что сознание передается от одного человека к другому. Оно не возникает изнутри меня. Знаете почему? Я сейчас вам расскажу. Мы смотрим на этот мир сквозь карму, сквозь призму вот этого своего опыта или своих грехов, как хотите называйте. Там нет дырки никакой, понимаете? Дырка есть только в разуме. Только разум может с душой контактировать помимо ума. Он соединяется независимо от состояния ума с душой, потому что он имеет более тонкую природу, чем ум. И поэтому разум не зависит от грехов. Если ты, допустим, поверил в святого человека, хоть ты сильно грешный, хоть не сильно грешный, не имеет значения, твое сердце станет сиять этой верой. Даже если у тебя там очень много грехов. И веды говорят, что грехи расплавляются, то есть неправильные представления о жизни расплавляются с помощью знания и чистоты человеческой. То есть можно напарываться на свои грехи, идя на их поводу, и учиться на своих ошибках. А можно принять наставника старшего в своей жизни и победить судьбу очень просто. Но что-то мешает, да? Вот принять старшего, вот меня не туда приведут. Такой вот, а вдруг меня не туда. А ты себя обязательно туда приведешь, да? Да, куда надо. Сам себя вытянешь лучше из болота, да, за волосы, чем если тебе кто-то поможет. В этом проблема заключается. Что мы верим в свою карму, это признак недоразвитости. Мы верим в свою судьбу. Вот смотрите, мы все верим в свою судьбу. Куда она нас приведет? Всех в одно и то же место. В гроб. Есть какие-то варианты? Нет. Но мы, смотри, даже несмотря на то, что я это сказал, кто-то не верит мне. Кто-то думает, что его судьба ведет куда надо. А куда она приведет вас в гроб? Тело умрет у любого человека. Мы в духовном учителе сказали, когда он в Америке рассказывал свое знание, ему сказали, а что вы из Индии приехали, нам рассказ знаний, у вас там смертность выше. Он посмотрел на всех и сказал, знаете, я вам одну вещь сейчас скажу очень важную. И в Индии, и в Америке смертность одинаковая, сто процентов. Но люди этого не понимают. В этом проблема заключается серьезно. И так наша жизнь закончится когда-нибудь, но мы сильно в нее верим. И когда жизнь заканчивается, человек разочаровывается, потому что вот разочарование возникает от чего? Что он зря в нее верил. Верить надо не в свою жизнь, а в старших. Потому что наша судьба ведет нас в определенном направлении. Я сейчас вам это направление определенно расскажу, и вы увидите, что это правда. Смотрите. Душа всегда верит в лучшее, потому что она имеет духовную природу. Она всегда верит в лучшее, потому что, смотрите, в душах живет в духовном времени. В духовном времени с каждой секундой все становится лучше. В духовном времени с каждой секундой все лучше и лучше становится. Когда человек духовную платформу занимает, несмотря на достарение тела, он от этого становится счастливее с каждым годом. Понимаете? Но в обычной жизни так не бывает. Если человек живет своей судьбой, не с помощью духовного знания, не с помощью наставника живет, а своей судьбой. Смотрите, как происходит. Рождается человек. Вот этот шарик, он не работает, он прозрачный. Карма не действует никак. Мы смотрим на маленького ребенка и думаем, боже, какой он мудрый, какой он чистый, какой он светлый у меня родился. Сто процентов ребенок индиго. Вот. Двигаемся дальше. 13 лет. И из него что-то поперло. А что непонятно вообще? Что-то приот, ведь индиго же был. Что такое? Наверное, муж на него плохо влияет. Или еще что-то. Сглазили его. Ну тут же как-то мы объясняем это себе. На самом деле, что происходит? С каждым годом в единицу времени из сердца отсюда выходит все больше тяжелой кармы. И жизнь становится все тяжелее. Но мы этого не замечаем. Мы думаем, что будет лучше завтра. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди. Все еще впереди. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла. Вот. Это то, что у нас внутри сидит. Это жизнь души. Жизнь души так идет. Но она не понимает, что она в теле находится. Что тело делает? Смотрите. Маленький ребенок. Все целуют в попу. Почему? Потому что сладкий очень. Сладкий со всех сторон. Попа сладкая, глазки сладкие, все сладкое. Все целуют в попу. Вот так переносимся в пространстве. Тот же самый ребенок. Растет, растет. И становится бабушкой уже. Но бабушку никто в попу не целует. Почему? Я не пойму, почему. В чем дело? Если он такой сладкий и всегда остается сладким, почему бы не поцеловать в попу его в этом возрасте? Причина заключается в том, что с возрастом у человека все больше тяжелой кармой выходит из сердца. Все больше и больше. Смотрите. Боярский был помоложе. Че пел? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Да? Чуть постарше стал. Сколько дней осталось? Как снять усталость? Зеленоглазое такси. О-о-о-о! Притормози, притормози И отвези меня туда. О-о-о-о! Где будут рады мне всегда Так действует судьба А мы верим во что? Что все будет хорошо Конечно все будет хорошо, потому что мы же души, мы бессмертные Но если смотреть с точки зрения нашей жизни То все будет хорошо у кого? Кто выйдет из рамок веры в свою жизнь В свою судьбу, что у меня все будет хорошо И начнет верить в наставника Что вот если я буду следовать наставлениям Тогда у меня все будет хорошо А если не буду, тогда все будет плохо Вот это уже называется трезвая жизнь Пробудившееся сознание Почему пробуждающееся сознание? Потому что душа очень сильно верит в то, что с ней происходит А происходит ничего хорошего Там же плохокарм может выйти Можно раком заболеть, между прочим Думаете, я не заболею? Вот это и есть, все будет хорошо Это означает иллюзия Мы хорошие Иллюзия А мой муж меня не бросит А мой ребенок ко мне будет хорошо всегда относиться Олег Геннадьевич Иллюзия